Битва началась. Гули ВС Шакры Молодой, всевозрастающий авторитет вора в законе Гули рано или поздно должен был привести к столкновению с кем-нибудь из столь же влиятельных законников. Вопрос заключался лишь в том, какого уровня будет его оппонент. Оказалось, что самого Высокого, в противоречие с Гули вступил сам Шакры Молодой. Пока не напрямую, однако уже становится очевидно, что позиции Гули невероятно сильны и с наскока его не одолеть. О том, насколько столкновение воров было случайностью и не является ли это тонкой операцией спецслужб, читайте в материале «Преступной России». В конце августа в Турции произошло на первый взгляд ничем не примечательное событие. На встрече вора в законе Надира Салифова, Гули, с Гурамом Чихладзе, Квежоевич, последний получил пару тумаков от присутствовавшего там же подручного Гули, стремящегося казахстанского авторитета Армана Джума Гильдива, известного также как Арман Дикий. Он счел поведение потомственного кутаистского законника слишком дерзким, тот вступился за врагов Гули, последователей клана Ровшина Ленкаранского, готовивших осенью 2017 года нападение на дом Салифова в Турции, и назвал их своими друзьями. После появления в интернете совместной фотографии Чихладзе с кем-то из имеющих отношение к семейству Джаневых, Гули предупредил его, чтобы он держался от них подальше. Не хотел бы, чтобы пострадал вор, но если мальчик чего-то недопонял, то я не виноват, заметил тогда Салифов. Однако тот предупреждение проигнорировал. Драку быстро остановили, но дальнейшего разговора уже не получилось. Гуром поспешил ретироваться, дабы ситуация не закончилась для него еще большими потерями. Сторона Гули тоже попыталась поскорее замять конфликт. Тот же Арман заявил, что не знал о статусе Квежоевича, да и основная масса воров отнеслась к инциденту довольно прохладно и спорить по этому поводу с Гули явно не желала. Однако в дело вступили крестные Чихладзе, Шакра молодой Бадрик Агуашвили, Бадрик Утаиский. Здесь сделаем небольшое отступление. Гуром Чихладзе был принят в семью в 16 лет. Случай беспрецедентный. Дело в том, что за 6 лет до этого в 1994 году прямо на глазах маленького Гурама бандита расстреляли его отца, влиятельного вора в законе Афтандилы Чихладзе, Квежа, и мать. Поэтому воры просто взяли опеку над ним и, наделив воровскими полномочиями, дали ему возможность отомстить за смерть отца. Спустя 20 лет человек, которого считали убийцей Квежа, Давид Мелкадзе, дата Патийский, был застрелен у одного из торговых центров в Красногорском районе Подмосковья. Вот и сейчас авторитетные законники решили продемонстрировать свою ответственность за него. Бадрик Утаиский заявил даже о намерении собрать сходку по поводу поведения Гуля, который допустил избиение потомственного законника. Не для того прошел Красноярск, чтобы фраеры безнаказанно били воров, заявил Кагуашвили, имея в виду колонии Красноярского края, известные тем, что там массово ломают воров. В этом его поддержал и Шекра Молодой, заявив, что удар по лицу Гурама – это пощечина ему. Тем не менее, несмотря на столь высокопарные заявления, остальные воры посчитали, что при любом раскладе поступок Армана не тянет на достаточную причину для развенчания Гули. Тем более, что и сам Квежович после инцидента проявляет гораздо меньшую активность, нежели Бадре. Не обращая внимания на происходящую вокруг суету, Гули 28 августа отпраздновал свой 47-й день рождения, на котором среди всех гостей особо выделялся тот самый Дикий Арман. Он преподнес имениннику торт с флагами центрально-азиатских стран и стран Закавказья, видимо, демонстрируя признательность Гули от представляющих эти регионы авторитетов. А спустя неделю, 6 сентября, Гули собрал сходку, на которой такие законники, как Жураковский, Вова Пухлый, Мзаре Луа, Дуяке, Гигичкари, Ролан Шляпа, Тейпе, Мираб Сухумский, Джанилидзе, Гоги Питерский, и другие развенчали самих Квежовича, Кагуашвили и поддержавшего их законника М. Зареджа Паридзе, Квате. Особенную поддержку Гули тогда оказал Мираб Сухумский, Пипе, который заявил, что ему уже надоели все эти игры Шакра, когда он стравливает одних воров с другими. Сейчас они выглядят устаревшими, и тайно манипулировать кем-то не получится, все быстро выплывает наружу. Также Пипе заочно напомнил и самому Шакра, что и он когда-то был в подобной ситуации. Например, когда в его присутствии фраеры сбили Дауру Гублею, Дука. Кроме того, сославшись на Олега Пирогова, Циркач, Мираб фактически обвинил Шакры в заказе убийства в 2015 году у Вадима Иваненко, Вадик Краснодарский. Напомним, вернувшийся после смерти деда Хасана в 2014 году из Испании Калашов начал проводить ревизию и выявил недостачу в размере 6 миллионов долларов вверенной Вадику Краснодарскому части воровского общака. В ответ тот заявил, что деньги якобы были изъяты адыгейской полиции, а сам уехал в Турцию. Там же в Анталии его и застрелил киллер. Пирогов знает об этой истории не понаслышке, так как считается, что непосредственное убийство совершил так называемый стремящийся по кличке Монгол. Причем рядом с ним в тот момент находился Циркач, в группировку которого и входил Монгол. В марте 2017 года суд Стамбула приговорил Монгола к длительному заключению. Несмотря на то, что кража общака в воровском мире может караться смертью, в упрек Калашову теперь может быть поставлено то, что это решение он принял самостоятельно, без учета мнения других законников. И это выглядит уже как серьезный наезд на Калашова. Ранее Гуля уже проявлял свое несогласие с некоторыми позициями Шакра, как бы подчеркивая свою независимость. Например, летом прошлого года при выборе преемника Калашова в лице Олега Шишканова Медведева, Шишкан, Салифов заявил, что участвовать в голосовании не намерен, так как лично ему король не нужен. Однако это ему простили, тем более что все эти годы после освобождения на Рожон он не лез и дорогу никому не переходил, спокойно отвоевывая себе активы, ранее принадлежавшие убитому в 2016 Равшану Джаневу. Теперь же ситуация разворачивается совсем в другом русле. На сходке, проведенной с Алифовым, слово было дано виновнику всей этой заворушки Арману Дикому, который объяснил свои мотивы и избиение вора не встретил возражению собравшихся. К тому же выяснилось, что каждый из трех наехавших на Гуле, Бадри, Квежуэвич и Квате, сами имеют конфликты с ворами, Бадри с Роландом и Мзарелуа, Гуром, с Гагитой, а Квате, с Таро и Мирабом едва ли могут поднимать вопросы о чьем-либо развенчании, пока не решат свои проблемы. В заключении Гули сказал, что тех, кто теперь будет отталкиваться от их мнения, он будет сажать на нож. После всего шансов вернуть себе в скором времени имя у Квежовича практически не осталось. А авторитет вмешавшегося в дело Бадрика Гуашвили, который так и не смог собрать сходку для обсуждения поступка Гули, существенно пошатнулся. Более того, по слухам, Гули поклялся на Коране, что достанет его любыми способами за резкость. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.